Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. И сегодняшняя наша тема называется так. Как предупредить остопороз и каковы его причины? Сегодня у нас в студии Виноградова Ирина Борисовна. Это главный штатный специалист-ревматолог Приворского федерального округа и Министерства хранения Ульяновской области, заслуженный врач Российской Федерации. Ирина Борисовна, очень рад вас видеть в студии. Ирина Борисовна, мы тему назвали остопороз. Очень актуальная тема, я считаю, потому что на самом деле, вы сейчас об этом скажете, что остопороз на самом деле распространённое такое заболевание или состояние. Ну вообще, что такое остопороз? Давайте с этого начнём. Да, спасибо за приглашение. Мы традиционно говорим об остопорозе осенью, когда 20 октября весь мир привлекает внимание к этой проблеме, потому что это Всемирный день борьбы с остопорозом. Но я думаю, что напомнить об этом состоянии никогда не вредно. Тем более, что несмотря на то, что у нас весна, всё равно мокрая трава, скользкая земля и огородные работы тоже это фактор падения. Значит, действительно, остопороз – это нередкое состояние у некоторой группы населения. Прежде всего, это женщины среднего и старшего возраста. То есть всё-таки больше женщины, да? Да, подавляющее большинство пациенток – это женщины. Мы сталкиваемся с тем, что иногда пациентов пугает слово, термин остопороз. Но я должна прояснить, что это под этим термином подразумевается снижение минеральной плотности костной ткани. То есть когда так скажешь, уже вроде бы не так страшно. И да, действительно, этому состоянию подвержены каждая четвёртая женщина в менопаузе. У мужчин это бывает крайне редко, только определённые какие-то достаточно тяжёлые сопутствующие заболевания, о которых, как правило, человек знает, и коррекция сопутствующих заболеваний приведёт к тому, что остопороз не будет развиваться. А вот женщины… И я бы здесь хотела обратить, я не очень знаю целевую аудиторию этой передачи, но мне бы хотелось, чтобы это были уже не пациентки с развернутым остопорозом, то есть женщины, которые вот сидят у телевизора и смотрят, любят эту передачу. У нас очень широкая аудитория, я вас уверяю. Да, ну вот я бы хотела, чтобы эту передачу посмотрели женщины ещё до менопаузы, тем, которым 35-40 лет, когда профилактические меры наиболее эффективны. И вот постараюсь ответить именно на эти вопросы, то есть как жить, чтобы не допустить остопороза. Хотя, конечно, могу рассказать и о том, что не так фатально, если он уже выявлен. И, Мария, ну тогда вот, судя по вашим словам, давайте всё-таки скажем, какова заболеваемость вообще вот остопорозом, вот в сравнении, может быть, с другими регионами или в сравнении с Переболжским федеральным округом. Вот в Ульянской области как с этой ситуацией? Ну, здесь, к сожалению, статистика, ведь у нас как построена статистика в здравоохранении? Есть расчётные цифры и фактически. По обращению? По обращению, да. Поэтому у нас есть цифры по количеству переломов, но их лучше спросить у Олега Ивановича Сорокина, главного травматолога, потому что у людей, получивших низкоэнергетический перелом, то есть падение с высоты собственного роста, практически в 90 с лишним процентах случаев подтверждается уступороза. Причиной является уступороз. А вот сам по себе уступороз, его зарегистрировано не более тысячи в год, но это, конечно, мало, потому что расчётные цифры, то есть каждая четвёртая женщина в возрасте старше 45 лет, расчётные цифры говорят о том, что у нас должно быть не менее 35 тысяч больных только с первичным остеопорозом. Поэтому здесь вот такие ножницы, и поэтому здесь задача врача общей практики и самих пациентов, которые после нашей передачи как-то озадачатся профилактикой, я думаю, что, может быть, мы выйдем рано или поздно на соответствие этих цифр, расчётных и фактических. Ну, тогда, Елена Борисовна, давайте сразу скажем, какие нужны обследования, чтобы действительно подтвердить состояние остеопороза, какой-то диагностический минимум или, может быть, есть даже какой-то стандарт обследования, чтобы действительно не упустить этот момент, самое начало. Ну да, смотрите, значит, как говорили корифеи российской медицины, что главное – это анамнез, то есть то, что человек о себе знает. Значит, прежде всего должны задуматься о том, что они входят в группу риска остеопороза женщины, у которых мама или бабушка или отец сломали шейку бедра. Это мы уже о группу риска сейчас говорим, да? Да, и поэтому, если мы знаем, что в семье был перелом шейки бедра или перелом позвонков, ну, как правило, это люди всё-таки знают. То есть какой-то мере наследственный фактор тоже играет. Следующая тогда категория, кто относится к группе риска? Следующая категория – это, ну, вот женщины в менопаузе. Особенно, если эта менопауза хирургическая, например, проведена гинекологическая операция, или это состояние наступило раньше положенного срока, например, раньше 45 лет, слишком рано. Да, вот. Если эта женщина курит, курение – это тяжёлый фактор риска, да. Причём он обратимый, но для того, чтобы костная плотность восстановилась, должно пройти уже несколько лет отказа от этой вредной привычки. Да, причём мы тут дискутировали с одной пациенткой в среду. Вот я курю иногда с подружками, и, к сожалению, это всё равно курю. Поэтому курю или совсем не курю, да, то есть нельзя быть немножко беременной, так нельзя немножко курить. То есть курение даже в небольших количествах, к сожалению, губительно сказывается на костной плотности. Далее. Есть ли у женщины непереносимость молочных продуктов? У неё нет в рационе молочных продуктов. Это она и сама может как-то заметить, да? Ну, есть же, она посмотрит в корзинке, в гастрономе, в супермаркете, что есть в корзинке. А тут молочного не захотелось ничего? Если там нет ничего молочного, и так при каждом походе в супермаркет, то значит, конечно, нужно задуматься, потому что донация ионов кальция – это прежде всего молочные продукты. Ну, если есть какие-то сопутствующие тяжёлые заболевания, то здесь уже у доктора спросить, не является ли моё заболевание фактором риска. Какие-то хронические заболевания имеете в виду, да? Не инфекционные даже. Да, не инфекционные, конечно, хронические заболевания. Прежде всего, там, ну вот, заболевания печени тяжёлые, там, почная недостаточность, ревматические заболевания. Ну, везде, где обмен веществ может нарушиться, поэтому... Где нарушена, может быть, абсорбция кальция из продуктов питания. Ну, Елена Борисовна, тогда всё-таки вот возвращаясь к тому вопросу, какое обследование наиболее, вот вы считаете наиболее показательным, и которое вот действительно вот может войти в какой-то, да, как говорится, стандарт, да, чтобы действительно у человека поставить этот диагноз на ранней стадии? Вы сейчас удивитесь, но самое простое обследование – это измерение роста. Я много раз об этом говорю, и пациенты, женщины ставят в тупик этот вопрос, когда они приходят или с проблемой остеопороза, когда задаёшь вопрос, изменился ли ваш рост по сравнению с 25 годами. Ни одна женщина за последние 10 лет мне точно не ответила. То есть все следят за весом, за массой тела, но измерение роста у нас не вошло в привычку, и женщины бодро говорят, что вот когда я школу заканчивала, я была столько-то. И когда мы ставим кростомеру и видим, что рост уменьшился, были ситуации, когда на 12 сантиметров рост уменьшился. То есть тут точно надо задуматься уже, да? То есть если рост уменьшился на 4 сантиметра за жизнь, то это в 99% остеопороз. Ну и следующее, что нужно? Если он уменьшился на сантиметр за год, это тоже повод задуматься об остеопорозе. Плюс при наличии других факторов риска, а иногда и без них. Значит, самым достоверным методом обследования остеопороз, безвредным и доступным является денситометрия. Это рентгеновский метод, мы не скрываем. Это поэтому, например, беременным женщинам, маленьким детям это обследование проводить только по особым показаниям. Но этот тест позволяет регистрировать снижение минеральной плотности костной ткани уже на несколько процентов. И вот как раз ценность этого метода в том, что мы выявляем остеопению. То есть это состояние, которое предшествует остеопорозу. И главное, что это состояние абсолютно обратимо. То есть если мы начнем профилактические меры у выявленной женщины с остеопенией, то мы можем дать не развиться остеопорозу. Понятно. А вот не могу об этом не сказать. А коронавирусная инфекция, эпидемия, понятно, слава богу, потихонечку справляемся с ней, но, конечно, расслабляться пока рано. Но все-таки как-то повлияло это на количество людей с состоянием остеопороза? Ваше мнение личное. К этому было привлечено огромное внимание исследователей и не только психологических проблем, кардиоваскулярных, но в том числе и проблем остеопороза. Основная здесь сложность в том, что многие сотни тысяч наших соотечественников пребывали в состоянии гиподинамии. И поэтому известно, что гиподинамия – это тяжелый фактор снижения минеральной плотности в костной шкане. И поэтому, вы помните, наши популяризаторы здорового образа жизни рекомендовали гимнастику с легкими гантелями или какие-то упражнения простые. Потому что основной фактор не только психологический, но и фактор снижения показателей здоровья и, прежде всего, костной плотности – это гиподинамия, вынужденная, которая была в период самоизоляции. Но здесь вот это фактор такой, который мог увеличить у нас количество пациентов из группы Риска. Но он же сыграл нам, самоизоляция сыграла медвежью услугу, потому что люди из группы Риска, то есть в возрасте женщины, они просто не шли в лечебное учреждение, чтобы не заразиться там остеопорозом. Господи, чтобы не заразиться коронавирусом. Поэтому цифры за период пандемийных годов они снизились. Потому что, как вы правильно сказали, что заболеваемость у нас по обращаемости. И мы помним время, что летом 2020 года, когда поликлиники были пустыми, и люди даже с тяжелыми проблемами с сердечно-сосудистыми боялись обращаться в лечебное учреждение, не говоря уже о такой проблеме, как остеопороз. Диагноз остеопороза сам себе человек не должен поставить, не должен как-то себе назначить какое-то лечение, слушая, как говорится, как сарафанное радио, кому-то что-то помогло назначать себе препараты кальция, кальциферол, и так далее, и так далее. Как вы к этому относитесь? Что все-таки самолечением не нужно заниматься, а нужно обратиться к врачу, и тогда уже и диагноз будет поставлен, и лечение. Я думаю, что все-таки наше образованное население благодаря вашей программе никому же не приходит в голову самому лечить инфаркт миокарды, самому лечить сахарный диабет. Конечно, примеры есть, разные, да, все мы разные. Но действительно, вот принимать самому препараты по совету подружки или там, наверное, это не совсем правильно, я с вами полностью согласна. В какой-то мере, вот, пристальное внимание во время ковида к витамину D, это все-таки положительный фактор, потому что, действительно, мы видим очень низкие цифры содержания витамина D в сыворотке крови у пациентов. И этот анализ, он вошел сейчас в повседневную жизнь, и пузыречки с витамином D, они во всех семьях появились, у перенесших ковид, или, помните, ведь была информация о профилактической роли от ковида, да, возможно, у витамина D. Но действительно, этот D-гормон, это правильное его более название, то есть его роль в организме человека гораздо более широкая, чем просто витамина, он был недооценен. И были какие-то страхи перед этим веществом, потому что население широко применяет витамины группы B при самых разных, да, а вот к витамину D была какая-то настороженность и страх определённый. Сейчас это преодолено, и это правильно, вот, но здесь мы должны тоже не перегнуть палку в другую сторону, потому что передозировку витамина D, конечно, тоже допускать не надо. Если вы входите в группу риска остеопороза, или он у вас есть уже диагностирован, то вы можете и должны принимать препараты кальция, которые вам назначат врач. Если у вас нет остеопороза, и вы не входите в группу риск, то принимать препараты кальция абсолютно не нужно. Да? Что касается витамина D, то мы много лет говорим о том, что для профилактики в нашем географическом, в нашей зоне географической, профилактические женщины должны принимать витамин D с 1 октября по 1 апреля. Для этого есть доказательная база, диссертационные работы, уровни концентрации в сыворотке крови. Если же у вас есть остеопороз, то вы должны принимать уже не профилактические, а лечебные дозы витамина D весь год. Так, как вам рекомендовал доктор. А с остеопорозом всегда ли необходима консультация ревматолога? Я уже скажу так напрямую, да? Или все-таки это на уровне, может быть, врачей первичного звена, в принципе, вполне можно справиться и назначить лечение, и потом контроль какой-то, да, тоже исследование, и, в принципе, на этом и прогноз будет хороший, и будет приятный, и все прочее. Когда прибегает уже к консультации ревматолога? Вот моя мечта, чтобы мы могли популяризировать проблему профилактики остеопороза, как раз с врачами первичного звена, с врачами общей практики, с семейными врачами, потому что наиболее, ведь семейный доктор знает, что вот старшее поколение лежало с переломом шейки бедра, например, да? Ну, его участок он знает. Да, и поэтому вот женщины из этой семьи нужно им как раз проводить профилактические меры. Далее, вот, возможный денситометрический скрининг для женщин 45 лет мы пытались с гинекологов привлечь, потому что мы этой проблемой занимаемся ревматологами с 1995 года, то есть очень давно. Но, как бы, вот врачи-гинекологи, ну, видимо, у них есть масса других задач и целевых каких-то заболеваний, потому что, вот, хотя мы сотрудничаем с ними, и есть методы заместительной гормональной терапии у определенной категории женщин, когда эти препараты позволяют затормозить и не допустить остеопороза. Но как-то вот женщины нас не очень воспринимают гинеколога как специалисты по профилактике остеопороза. Но я думаю, что мы наладим взаимодействие между специальностями. Сейчас ковид вот отступит и как-то будем совместно. Далее были попытки чтобы проблемы этой остеопорозы занимались ортопеды, травматологи. Но здесь вот женщина, которая сломала руку или ногу, да? Уже немножко поздно, да? Ну, как бы один из дней профилактики остеопороза вот 20 сентября проходил под девизом одного перелома достаточно. Потому что, к сожалению, после перенесенного перелома в течение следующих 10 лет риск повторного перелома огромный. Поэтому, вот если не удалось выявить на стадии уступения, то есть, да, мы вот пациентке уже сказали о том, что у него остеопороз, когда перелом произошел. Мы не должны упускать ее из вида. Мы должны назначать лечение, чтобы не случился второй перелом. Поэтому вторая врачебная специальность это врач-травматолог. То есть, если у вас был перелом, вы можете задать доктору-травматологу вопрос о том, что делать я должна, чтобы мне не сломать ногу или руку второй раз. Да? Треть, четвертая, это уже вот врачи-ревматологи. То есть, мы занимаемся лечением цитокинозависимого остеопороза или остеопороза при приеме глюкотикоидных препаратов. Здесь наши больные под надежной защитой. Ну, еще есть пятая специальность врачебная это эндокринологи. Ну, вот в некоторых регионах Самарской области, например, проблемой первичного остеопороза занимаются эндокринологи. У нас вот построено так, что больше как бы ревматологи. Поэтому это настолько многоплановая проблема, что здесь пациент должен задать вопрос, куда мне пойти. Если доктор владеет проблемой, он подскажет ему сам, будь это врач общей практики или гинеколог, или травматолог. Если вы не получили ответа, если вы не получили ответа у врача, то есть специальности, к которому мы обратились, ну, у нас 16 ревматологов в государственных и частных медицинских центрах, поэтому я думаю, что здесь тоже можно получить ответ на свои вопросы. Ну, я точно знаю, что доступность медицинской помощи вашей консультативной, к ревматологам абсолютно на высоком уровне, и, пожалуйста, риск консультанта, и вперед, и все, человек запишет, даже никуда не надо идти, до регистратуры, и все, его запишут по электронной записи. Ну, и, Борис, вы сами главный инициативный специалист, да, получается, Приворско-федерального округа, у вас взаимодействие тоже налажено, да, с федеральным центром, вот насколько часто все-таки бывает такое, что приходится прибегать вот именно к федеральным центрам каким-то консультативным таким взаимодействием? Или все, в принципе, решаемо на уровне Ульянской области, в регионе? На базе института ревматологии существует лаборатория заболеваний, там профессор доктора медицинских наук Тарапцова Наталья Владимировна, она до ковида вот была нашим частым гостем, и консультации в сложных случаях мы проводили, поэтому, если нужно, мы направляем проблемных пациентов на амбулаторную консультацию, но госпитализации при остеопорозе, как правило, не требуется. Как я уже говорила, эндокринологи направляют в эндокринологический научный центр, поэтому, сейчас с онлайн обучением проходит масса семинаров для врачей, то есть мы стараемся, сейчас запущена российская федеральная программа падения и остеопороз, то есть вот есть программы по профилактике нарушения равновесия, то есть вот лечебной физкультуры, реабилитация, это же сейчас вошло в нашу жизнь, да, уже, потому что не только надо вылечить заболевания, например, да, чтобы перелом с ростом, но и восстановить человека к активной жизни, и поэтому на реабилитационные программы как раз у лиц зрелого и пожилого возраста вот, ну, ковид немножко помешал, но я думаю, что мы включимся и Наталью Владимировну пригласим к нам, она читала на первом форуме ревматологов Приволжского федерального округа в октябре этого года для врачей, нам как раз вот эту, освещала эту тему, эта федеральная программа, и я думаю, что все, что там запланировано, мы сможем внедрить и у нас в области, дай бог только побороть ковид. Ну вот поставили диагноз остеопороз, вот все-таки какие методы лечения современные, я знаю, что вы тоже используете как научные подоплеки, у вас всегда как-то развитие такой у вас в ревматологической службе, благодаря вам в том числе, вот, какие методы все-таки лечения, современные вы бы назвали, я понимаю, что все индивидуально, конечно, каждому человеку индивидуальный подход, и нужно смотреть все-таки в целом, сопутствующие заболевания и так далее, но все-таки основные такие базовые, может быть, методы лечения, просто в общем назовите какие-то современные, и, может быть, какие-то шаги сделаны вперед сейчас. Первый подход, это все-таки проработка с пациентом полноценного питания, второе, это вот дозировки витамина D и хорошо усвояемые формы кальция, далее мы с учетом потребностей организма и сопутствующих заболеваний выбираем с пациентом препарат, который удобен именно ему с учетом сопутствующих заболеваний. Ну, широко известны бисфосфонаты синтетические, они известны там вот уже с 90-х годов, то есть есть препарат, который раз в неделю принимается внутрь, есть препарат, который раз в год капается в вену, но последним, наверное, из последних двух препаратов это инъекционные формы, один, который делается раз в полгода, то есть все сделано для того, чтобы удобно было пациенткам. Препарат действует целых 6 месяцев. Здесь я должна тоже обратить внимание нашей аудитории на то, что минимальный курс лечения устопороза это 3 года, то есть чудес не бывает, и если минеральная плотность костной ткани снижена и был уже перелом, или там он вот-вот не дай бог произойдет в любой момент, если не осторожно оступишься, то кости очень медленные ткани, и курс лечения должен быть 3 года. Некоторым пациенткам требуется более длительный, до 10 лет курс приема препаратов. Как правило, эффективно одно лекарство, которое выбрано правильно. Но если, например, к сожалению, бывает такое, что на фоне аккуратного приема препарата все-таки произошел перелом, тогда мы уже не оставляем это лекарство, переводим на следующее. Значит, я почему на профилактику обращаю внимание, не раз уже об этом говорю, потому что в каких-то бесплатных списках или трудно обеспеченные категории пациентов, финансовые сложности, в бесплатном списке существует только один единственный препарат, который имеет серьезный профиль безопасности, поэтому не может быть широко применимым. И вот у нас лечится начали с 5 пациентов, сейчас 10 на наш миллион 200 населения, это, конечно, то есть не каждая женщина с остеопорозом нуждается вот в этом мощном препарате, потому что профиль безопасности у него очень сложный, и есть серьезные противопоказания и нежелательные реакции, поэтому добиваться до такого остеопороза, когда уже ничего не помогает, чтобы получить бесплатный препарат, наверное, это не совсем правильно. Ну, все-таки можно сказать, что остеопороз, ну, как вот при некоторых хронических заболеваниях, но они, конечно, хронические, то есть полностью вылечить нельзя, но с ними живут очень долго и качественно. Вот про остеопороз, как вы все-таки скажете, это 100% излечимое заболевание или все-таки надо всю жизнь наблюдать уже человеку? У нас есть уже такие примеры, когда пациентки, пролечившись 3 года и сделав контрольное тестирование или там лабораторное обследование, мы увидели, что они вышли в норму. Мы отменяем им лекарства, но все-таки просим регулярно проверяться и приходить к врачу раз в год для того, чтобы понять, вот запас, созданный за 3 года, он достаточен или все-таки нужно прибегнуть к повторному курсу лечения. Понятно. Ирина Борисовна, несколько раз мы уже сказали о слое профилактики, давайте тогда все-таки вот так резюмируем, да? У любых заболеваний есть профилактическое направление, да? Вот при остеопорозе что вы бы назвали вот прямо вот первый, второй, третий, четвертый, вот именно что входит в профилактическое направление? Первое, открыть свой холодильник и посмотреть, достаточно ли там кисломолочных продуктов с пониженным содержанием жирности, есть ли там сыр, есть ли там яйцо, потому что и морская рыба. То есть, вот эти продукты являются донаторами, основными источниками, да, основными источниками кальция и витамина D, причем легко усвояемые. Второе, выбросить сигаретную пачку, далее, значит, гимнастика должна быть вашим спутником ежедневным, ну, сейчас наступают солнечные дни, причем, ну, упражнения, они выложены на сайте Ассоциации остеопороза, вам там специалист по лечебной физкультуре покажет в любом, в центре, там, вполне доступный, простой, да, в кабинете профилактики, то есть это несложно, не нужны какие-то тренажеры дорогостоящие, вот, второе, это солнечный свет, загорать нужно 15-20 минут, если есть загар, 15 минут, пока загара нет, значит, когда кожа красная, то есть ожог, витамин D уже не вырабатывается, поэтому загорать с красной кожей бессмысленно, витамин D не образуется, площадь поверхности должна быть 20% открытой, то есть это сарафан или купальник закрытый, вот такое количество солнечного света нужно для выработки витамина D через кожу, это не самый главный источник, все-таки с пищей поступает больше, но кожный путь, он тоже допускается, если, конечно, у вас есть противопоказания со стороны, там, эндокринных органов или, там, гинеколог вам не разрешил, не надо, конечно, да, только в том случае, если у вас нет противопоказаний, и загорать тоже, вот, там, по 1,5-2 часа, это тоже не нужно, потому что все уже доказано, что все хорошо в меру, вот, ну, и измерять рост, и если он у вас уменьшился, то пойти к тому специалисту, к которому вам ближе, удобней, будь то гинеколог, если у вас хороший контакт с этим врачом, или, там, эндокринолог, если у вас какое-то эндокринное заболевание, или, если вы пришли к эндокринологу, то вы скажите, пожалуйста, что проконсультируете, у меня еще, пожалуйста, и по остопорозу, ну, и, конечно, ревматолог, потому что мы охотно всегда поможем, дадим совет и по этой проблеме тоже. Ирина Борисовна, ну, вот, пару слов хотя бы о том, что вот вакцинация, ревакцинация, да, понятно, что с ковидом все-таки, вот, более-менее мы справились, так, на сегодняшний момент, да, но пока опускать руки еще рано, да, потому что все-таки есть такая тенденция, еще все-таки люди болеют, да, вот, скажи, пожалуйста, вот, вакцинация, ревакцинация людей с остопорозом, есть какие-то особенности, или они вот как раз относятся к группе риска, которые обязательно должны вакцинироваться, и, в принципе, никаких там противопоказаний, ничего нет такого? О остопороз ни коему образом не является противопоказанием к вакцинации, поэтому, если у вас этого заболевания выявлено, то задавать вопрос специалисту по вакцинации про остопороз не нужно, не волнуйтесь, потому что, как бы, это заболевание, то есть снижение минеральной плотности костной ткани никоим образом с иммунной системой не связано, поэтому никакого вреда или нежелательных реакций вакцинации при остопорозе никак не принесет, и должна больше сказать что мы уже обобщили наш ульяновский опыт о вакцинации от к вида больных с аутоиммунными заболеваниями в том числе очень тяжелыми формами и даже больных которые получают геноинженерную биологическую терапию то есть очень тяжелой формы слава богу никаких серьезных сигналов мы не получили нас больше 100 пациентов уже даже обсчитанные поданы тезисы в нашу конференцию вот все прекрасно там какие-то развитие каких-то состояний после самого к вида или после вакцинации например да как любое тяжелое заболевание но опять-таки это четкая позиция ассоциации ревматологов россии во главе с академиком насоновым и вице-президентом академиком мазуровым то есть риск осложнения от самого к вида несомненно тяжелее выше чем какие-то возможные нежелательные реакции вот вакцинации кроме больше того мы сейчас получили уникальный препарат для больных у кого действительно есть противопоказания к вакцинации областная больница получила уникальный препарат это готовый антитилак к виду которые уже вводятся нами пациентам у которых есть непреодолимые препятствия к вакцинации поэтому я думаю что мы не скоро еще забудем про это заболевание и долго будем и детям и внукам рассказывать о том как дались нам эти два года вот но защитить наше население от к вида мы можем мы должны то есть если кто не вакцинировался немедленно нужно вакцинироваться а если подошел срок ревакцинации нужно это сделать обязательно и для себя и для своих близких и у стопороза здесь совсем не помеха ясно ну и в заключении программы может какие добрые пожелать пожелания такие главного рематолога нашим телезрителям я бы хотела пожелать вам здоровья вам вашей космосуставной системе вот чтобы у вас был позитивный настрой потому что весна это время запастись витамином d и витамин d это это в том числе и бодрость энергия что конечно нам очень нужно для того чтобы преодолеть все проблемы которые накопились с к видом и чтобы наша страна продолжала и быть лидером здоровье населения и в здравоохранении и в политике и вообще везде как это всегда и было да спасибо яна борисовна ну что ж дорогие телезрители всем желаю здоровья всем желаю успехов удачи берегите себя до новых встреч ваш доктор смирнов